Протягиваем выпуск. Супрационники системы адукации Гомельской области подвели выники работы в минулом ходе. Основную увагу надали финансовому стану установ Галины и повышению квалификации педагогичных кадров. У коллегии приняли удел наши корреспонденты. Выстава у фойе Гомельского областного дома на лучшенцев и работников установ профессийной адукации, где проходит коллегия, мель за все подобное на спровоздачу об достигнении Галины. Расставленные на стендах экспонаты – приклады новых подыходов до организации научального процесса. Наставник английской мовы 37-й Гомельской школы Виталь Петровский год тому начал выкаристовывать на своих уроках роботов. С их допомогой, каже, больше легко донести информацию до наученцев. А вот с свяжением, что неколи роботы заменить наставника, он категорично не згодный. Никогда творение Божье машины не заменят. Роботы – это помощники, это те механические помощники. Это те механические помощники, которые помогают, но никогда они не заменят интеллектуального человека. Подугольняющие коллегии Головного управления адукации проходят двойчим после завершения года научного и года календарного. Значная уважа подчас этого поседжения финансованию станут Галины. Все лета на этой меты предугледжена больше как 760 миллионов рублей. Сюда же можно додать сроки, отриманные от позабюджетной деятельности. Разом с тем, в инике проведенных плановых проверок свечасть. Частка, выдаткованных в минулом году сроков, была расходована незаконно. И они уже вернуты в бюджет. Актуальность состоится и тема контроля за организацией харчевания. За выявленные порушения до дисциплинарной отказности протягнуты свыше 800 работников системы адукации. Шесть вызволены от займаемых посад. Еще одна сфера повышенной уваги – створение безопасных умов для научения. От реконструкции будинков до установки пожарной сигнализации. Особная размова про повышение якости адукации. У каждой школе необходимо прогнозировать дальнейшее развитие сетки профильных классов, у которых предметы выучаются на поглубленном узровне. В тесной связи с этим вопросом – повышение профессионального узровня педагогичных работников. Более 44 методистов сегодня работают в системе образования. Это высшая квалификационная категория. Около 70% учителей, которые имеют первую и высшую категорию. И, конечно же, определенный процент молодых специалистов, которые приходят после окончания высших учебных заведений педагогического профиля. Каждый год процент повышения квалификации у нас возрастает.